Герой погибнет Здравствуй, мама, опять не очень И так сложно быть хорошей дочерью Твои открытки я получаю Ты расскажи ему, как я скучаю Я скучаю Я скучаю Я скучаю Я был в Москве Я звонил по сторонам и старался ничего не пропустить и все-все запомнить Сначала мы с тяжелыми рюкзаками дошли до какой-то школы, в которой должны были эти ночевать Оставили там рюкзаки и пошли гулять по Москве Мы проходили все памятники, все музеи А когда мы остались на середине моста, что возле памятника федерального первого Начался вдруг такой ливень Прям тропический муссон Мы бросились бежать под мост Но пока бежали, промокли до нитки Было так здорово Но тут позвонила мама Ну, Андреюшка, ну, зайчка-то, где ты как-то? Ну, что ж ты роли? Ну, не подержи мне в трубку, я всю ночь не спала Денке высадь Вас покормили? Дай мне телефон твоего вожатого Ну, что ты молчишь? Андрей, скажи мне правду, ты в порядке? Я приеду завтра на скором, Андрей Андрей, я здесь, Андрей Все хорошо Я тебя очень прошу, пожалуйста, отвечай на мои звонки И если что случится, звони мне сам Все Жду звонка, ценую Пока Да Ну, чего журничка? Все Больше из Москвы я ничего не помню Ливень Петр Первый И звонок мамы А вот сам лагерь Я запомнил очень хорошо Наш отряд Назывался Экологи Там были разные гостевики Электрики Журналисты Но наш отряд оказался самый лучший И самый дружный Наверное, потому что нам досталась самая тяжелая работа Труднее всего было рыть туалетом На весь лагерь и его жителей Мы были самые грязные, самые потные Но это чего? Это ведь нас раздружило А еще А еще у меня в лагере появился настоящий друг Гришка Нет, мы, конечно, сначала с ним погрались А потом ничего Помирились До сих пор общаемся А когда смена закончилась То взрослые устроили нам Вместе Нас привели на какую-то загадочную поляну И вся поляна светилась Вот Красным светом Нам разыграли представления там С привидениями, со вспышками Было так здорово Это была словно сказка наяву Очень многие думают, что они умеют летать Очень многие ласточки, лебеди очень многие И очень немногие думают, что умеют летать Лошади очень многие, лошади четвероногие Но только лошади летают вдохновенно И ночью лошади разбились иногда И разве стаи белокрылых лебедей Поют как стаи белокрылых лошадей Но только лошади летать убьют чудно Очень лошади прожить без неба трудно И разве стаи лошадиных лебедей Грустят как стаи лебеди Лошади Очень многие думают, что секретов в лошади нет Ни для большой, ни для маленькой, ни для плохой компании А лошадь летает и думает, что самый большой секрет Это летание лошади и летных животных Со мной недавно в школе произошел такой случай О котором мне даже страшно вспоминать А мама говорит Ты напиши об этом в дневнике, легче станет А потом еще добавим А давай из твоего дневника пьесу сделаем Или горести Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что тут началось? Как бы это описать? Вот если бы это все видел Леонардо да Винчи То он бы принял это все за конец цвета Только в более меньшем масштабе Потому что летели цветы и кто-то брал свою карту Это был хаос Писал только я один Потому что мы не нужно исправить тройку по-русскому Со мной такое бывает Я когда Концентрируюсь на чем-либо То я не замечаю, что происходит вокруг Поэтому я пропустил Мимо ушей то, о чем договорились с ДimaTorzok Договорились не о том, чтобы уйти с урока И не сдавать свою работу Я не слышал Я честно писал Разменял звонок все утра лет Пришла ученка в хорошем расположении духа С чашечкой гофе Проверила на ее работу Поставила пять Она даже пошутила по поводу убегающего класса Но ведь класс до этого не знал! Че он? Че он? Че? Предатель? Че? Че? Че предатель? Че? Че? Работу сдал? Сдал и че? Ну че научились? Че? Бойки, бля Че-то я не знаю Че-то не знаю Че-то И тут И тут он начал мне украшать Стравы на секретное оружие в лицо И он Сначала Начинает пить Хотя И мне стало страшно не только за себя Мне стало страшно за мою жизнь Да, да, закончились Я выскочил, я спрашивал, что в 500-х сайлубанты бегут за морем. Мне было так страшно, я испытался, я не кормил гаубей на площади Ленина, как обычно. Я подержал, я взглядывался за какой-то потойкой, за деревом. Не помню, как я влетел в убегающий автобус, я практически не смотрел назад. Мне было очень страшно, когда я пришел домой, разделся, Слезы к гадам отходились из моих глаз, но мы не обратные встречи с тобой. Покатаемся по городу Отвези меня, пожалуйста, к мосту Ближе, ближе Здесь я дышу А луны такие грустные Да, мне ее попрыгнуть хочется Давай Выпьем Прямо Здесь И сейчас Чем ближе лето, тем чаще вспоминаю лагерь. Старей бы поехать снова. Каждый вечер после девяти мы собирались у костра на свечку. Каждый отряд у своего костра Там мы передавали друг другу свечку и тот, у кого на руках рассказывал свои впечатления сзади, Делился мыслями, жаловался на кого-то, и наоборот, говорил спасибо. Я сначала очень стеснялся этих свечек, даже сказался больным, ушел в палатку, оттуда слушал, а потом тоже стал говорить. Только твое лицо освещено, все смотрят, слушают внимательно, а в конце я так привык к этим свечкам, что теперь, когда дома нет света, зажигаем свечи, я сразу вспоминаю лагерь. Мне хочется что-то сказать. Я согласился сделать из этого дневника пьесу, или повесть, как мама посоветовала. Я, конечно, изменю все имена, все фамилии, но узнать себя сможет каждый. Я очень надеюсь, что когда Мишка прочтет этот дневник, он начнет работать над собой. Ты уж прости меня, Мишка. Да и другие тоже простите. Все. Решено. 1 сентября мы с дневникой идем в новую школу. Я буду ее защищать. Чего? Порвемся. Сорез посмотреть фотки нашего первого класса. Какие мы там все смешные, а? Вот тут выступаем на каком-то утреннике с буквами на голове. Мне почему-то досталась буква Х. А это купцов, вар, вандук, паштет. А это, кажется, Янка. Точно Янка! Брян. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok